Древнерусская литература. Русская летопись. Повесть временных лет. Чтение древнерусских произведений – это сокращение расстояния между прошлым и настоящим, между культурами, между людьми вообще. Благодаря нравственному началу, которое заключено в древнерусской литературе, ее значение особо велико именно сейчас. Зачем современный человек обращается к литературе далекого прошлого? Прежде всего потому, что культурный человек должен знать свою историю, ценить то прекрасное, что создавалось многими поколениями. Зная, каким трудом, какими подвигами создавалась наша культура, мы обретаем чувство собственного достоинства и ощущаем себя частичкой истории своего народа. Произведения прошлого будто разрушают преграды между эпохами. Летописи – исторические произведения XI-XVII веков, в которых повествование велось по годам. Рассказ о событиях каждого года в летописях обычно начинался словами «в лето», отсюда название «летопись». Но воспринимать искусство древности непросто, ведь древняя литература очень своеобразна. Летописание началось на Руси в XI веке. Первым летописцем был монах Киево-Печерской лавры Никон, которого называли Великим. Жизнь его была полна бурных событий. Он активно боролся с теми князьями, которые ставили свои интересы выше интересов русского народа. В конце жизни Никон стал игуменом Киево-Печерского монастыря. Тогда-то, видимо, он и трудился над летописью. В начале XII века монах того же монастыря Нестор продолжил труды Никона, дополнил его летописи новыми сведениями и дал им заглавие «Повесть временных лет». До нас дошла эта повесть, переписанная и отчасти переработанная монахом соседнего Выдубицкого монастыря Сильвестром. Таким образом, эта повесть – плод творчества нескольких поколений летописцев. Летописец – составитель летописи, тот, кто ведет регулярное описание современных событий. Древнерусское название летописи – «Се повести временных лет», «Откуду есть пошла русская земля», «Кто в Киеве нача первее княжити» и «Откуду русская земля стала есть». А вот как звучит перевод, предложенный русским историком XX века Дмитрием Сергеевичем Лихачевым. Вот повести минувших лет, откуда пошла русская земля, кто в Киеве стал первым княжить и как возникла русская земля. Написание текста напоминало рисование. Красиво, ровными рядами стоят буквы. Естественно, что такой процесс написания книги занимал годы усердного труда. Книгопечатания в те времена не было. Книги переписывались от руки. Доверялся этот труд избранным ученым-книжникам. При переписывании летописей последователи неизбежно вносили какие-то поправки, а иногда и ошибались. Кроме того, добавлялись новые сведения, поскольку летописи велись строго по годам и все важное, что случилось за год, вносилось в летопись. Повесть временных лет представляла собой своеобразную историческую энциклопедию. Начинается повесть временных лет со вступления, в котором рассказывается, как рассеялись по земле люди после всемирного потопа. Далее идут записи о славянских племенах, об их происхождении, о том, на каких землях они жили, об их обычаях и нравах, о путешествии апостола Андрея по Руси и об основании Киева. Летописцу было весьма важно показать божественное происхождение русской земли. Для наших предков значимо было записать, что в лето такое-то, произошли такие-то события. Так их жизнь приобретала важное значение, а русская история становилась частью истории человечества. Древние книги излагали всемирную историю. В ней нужно было определить место русского народа, и тогда появляется летопись, жанр которого нет в другой литературе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова